Геродот 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 Здравствуйте, друзья! В своем видео «Древние философы» или «Выдумка историков» я касался темы фальсификации так называемой античной истории. Сегодняшний ролик будет посвящен той же теме, но разберем мы ее на примере славного отца истории Геродота. Согласно официальным данным, Геродот родился около 484 года до н.э. Умер славный грек приблизительно в 425 году до н.э. В молодости очень много путешествовал. Побывал в Вавилоне, Ассирии, Египте, Малой Азии, Гелеспонте, Северном Причерноморье, на Балканском полуострове. Проехал от Палапанесса до Македонии и Фракии. В процессе путешествия и по его завершению занимался написанием фундаментального труда под названием «Истории». Это не хронологическое описание событий в одной стране. Геродот в своих историях описывает греко-персидские войны, а также предоставляет обширную информацию об истории Египта, Персии, Великой Скифии, в том числе и о народах, проживающих в то время на территории современных Украины, России и Казахстана. Именно на основе этого произведения историки сделали выводы о том, как строили великие пирамиды Гизы, где находилась Вавилонская башня, на каком уровне развития находились народы Айкумены. Произведение Геродота используется как авторитетнейший источник знаний о наших далеких предках, Но, углубившись в изучение истории, этих самих историй, Геродотом, начинаешь понимать, что, скорее всего, такого древнего ученого не существовало вообще. А его знаменитый труд банальная фальшивка. Чтобы не быть голословным, обращусь к фактам. До наших дней дошли только списки, то есть копии, этой истории Геродота. Их множество, около пятидесяти. Написаны все на греческом языке, что, естественно, хранятся они в различных музеях Европы. Ссылочка будет в описании. Датируются копии в 10-15 веках нашей эры, но впервые были обнаружены только в середине 15 века. Отсюда вывод. Оригинал отсутствует. Никаких документов, имеющих отношение к этим историям, до 10 века не существует. Да и сами списки имеют существенные различия в содержании. А как можно быть уверенным в копии, не имея оригинала под рукой? Мои оппоненты мне возразят, что писали тогда на папирусах, а они столько времени не хранятся. Но тогда вам встречный вопрос. А как могли сохраниться папирусные отрывки из труда Геродота, датируемые первым, третьим веками нашей эры? Они бы не сохранились. Но! Еще один момент. Нашли их в египетском Аксиринхе вместе со множеством других рукописных текстов. Именно этот факт вызывает много вопросов. Аксиринг, а это греческое название, египтяне именуют город Пемджи, никогда не был центром наук и искусств. Так почему же в нем собрали такое количество папирусных рукописей? На греческом. Ребята, на греческом в Египте. А если учесть, что город находится в глубинке страны, можно даже сказать, на периферии. И первые раскопки там начались аж в 1890-х годах. Заметьте, это опять конец 19 века. То удивление возрастает. Это, так сказать, удачная находка подтвердила существование многих античных ученых и поэтов, аутентичность старого и нового завета, подлинность многочисленных произведений, о которых до сего времени судили только из сохранившихся копий. Уж очень хорошо все смахивает на продуманный подлох. Многие исследователи, и не только альтернативные, но и официальные, сходятся во мнении, что это качественная подделка. И использовать ее в доказательство существования Геродота и его истории категорически нельзя. В доказательство существования Геродота официальная история ссылается на то, что о нем упоминали многие якобы античные ученые-литераторы. Цицерон, Перикл, Софокл, не хватает еще попукал. Но если разобрать досконально биографии этих деятелей, то придешь к выводу, что они тоже мифические персонажи, существование которых не подтверждается ни одним подлинным документом. А о чем это говорит? Геродот вымышленный персонаж и принимать его за авторитетный источник опять же категорически нельзя. А как же большое количество древних скульптур, которые изображают славного историка, спросите вы? Давайте посмотрим на них. Разберем сейчас только внешние черты. Времени их создания касаться не будем. Во-первых, большинство из них не имеют подписи, а все таблички современные. Объясните мне, пожалуйста, как историки определили, что это именно Геродот? Да и со статуями и бюстами других знаменитых древних греков ситуация схожая. Подписанные произведения тоже вызывают массу вопросов. Качество самого изделия не идет ни в какое сравнение с качеством подписи. Складывается впечатление, что надпись сделана значительно позже. Да и присмотревшись к разным бюстам, понимаешь, что скульптуры представляют совершенно разных мужчин. Чтобы все это понять, необходимо отбросить все полученные в школе знания. Ведь про Змея Горыныча, Бабу-Ягу, Иванушку-Дурачка, Колобка и других сказочных героев тоже все знают. Про них тоже написано множество книг. Но человека, который скажет, что он верит в их реальное существование и что события, описанные в сказках, происходили на самом деле, сочтут полоумным. Так почему же все рассказы об античном мире мы воспринимаем по-другому? Да просто потому, что кто-то, где-то, когда-то посчитал правильным внушить это нам. На основе всего вышеизложенного можно сделать однозначный вывод. Геродота не было, как не было и самой Древней Греции и всего античного мира. Многие зададут вопрос, а зачем возникла необходимость в такой масштабной мистификации? А все банально просто. После порабощения Тартарии, пришедшей к власти элите, необходимо было как-то объяснить наличие пирамид в Египте, руин великолепных зданий по всему миру, неповторимых скульптур и просто банально доказать свое законное присутствие в управлении этой землей, историческую значимость. Вот и сочинили историю об античном мире, который все это создал, используя только грубый инструмент и рабскую силу. При этом очень грамотно принижались одни народы и возвеличивались другие. Так и была украдена у нас истинная история нашей общей родины Тартарии. А на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно не забывайте нажать на колокольчик. До скорых встреч! Субтитры